Путин блокирует Черное море. В ответ Путину заблокировали Мировой океан. Как из-за войны пострадали грузоперевозки в России? Почему уже даже Китай отворачивается от Кремля? И сколько сотен миллиардов из бюджета Путин дает Кадырову и его палачам? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Тысячи тонн российских мин и снарядов разрываются в Украине. В ответ цивилизованный мир разрывает отношения с самой Россией. В частности, один из крупнейших портов Роттердам уже полностью закрыт для контейнеровозов и других судов из России. Да и в Россию тоже оттуда теперь ничего не отправляют. Убытки для российского бизнеса из-за такой блокады моря колоссальные. И от них теперь никуда не деться. Придется терпеть, пока война Путина продолжается. Российский логистический кризис в самом разгаре. Посмотрите, какое количество фур стоит. Два ряда. Два ряда на выезд из России. На днях крупнейший в мире порт по грузообороту порт Роттердама сообщил, что прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее. Это большой удар по логистическим и производительным процессам Российской Федерации. Технологически уже сегодня их отбросили в 90-е годы, это правда. Поэтому в этой ситуации санкции действуют очень активно. Именно через порт Роттердама в большей степени Россия экспортировала свои основные товары в ЕС. Уголь, золото и нефть. Все, что попало в перечень санкционный, не пропускается и не обслуживается. Кроме того, большинство импортных товаров, предназначенных для внутреннего рынка Российской Федерации, проходили через Роттердамский порт. Порт Роттердам – это очень важный порт, это главный порт Европейского Союза. Движение порта Роттердама – это констатация этого фонда. Вы знаете все, ребята. Мы понимаем, что никакой торговли с вами быть не может. Отказ работать с грузами, предназначенными для России, может привести к очередной волне дефицита товаров. И это означает, что где-то уже в ближайшей, в очень ближайшей перспективе в России не будет многих вещей, без которых они своей жизни не представляют. То же касается многих других услуг, там, мебели, техники. То есть это все по мелочам, но оно все будет приводить к тому, что экономическая жизнь России, она будет сворачиваться. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, нехватку импортных товаров на себе ощутили едва ли не все русские граждане. Около 80% импортных товаров, которые поступали в магазины Российской Федерации и на русские предприятия, шли из Запада. Вот нет у них, на самом деле, всех вот этих товаров. Без них экономика начинает давать сбой. И вот получали они это благодаря международной торговле, то есть благодаря портам. Дефицит продукции – это последствия в том числе утрудненной логистики. Ранее принимать российские грузы уже отказались в порты Бельгии, Болгарии, Литвы, Румынии, Эстонии, Великобритании и Италии. Такое решение правительство стран приняло после ввода пятого пакета санкций, в котором шла речь о запрете предоставлять доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом Российской Федерации. Из-за санкционной политики экономика России теряет немалые деньги. Только в начале марта в Европе застряло около 8 тысяч контейнеров с российским импортом. Крупнейшие европейские порты стали блокировать все российские грузы. Изменение логистики влияет на внутреннюю экономику Российской Федерации. Нужно понимать, что эта логистика, как правило, везет то, что вы сами не производите. Если вы это не везете, вы уменьшаете свой ВВП, вы уменьшаете доходы государственные на бюджет. Это очень существенно для российской экономики с точки зрения поддержания ее на конкурентном уровне. Отсутствие импортных деталей для производства российской продукции влияет не только на наличие товаров, но и на работу предприятий, привлечение сотрудников и выплату зарплат. Производство автомобилей сократилось на 96,7%. Почему? Потому что нет запчастей, которые поставлялись в том числе и море, в том числе в контейнерах. Нет запчастей, нет производства. Автомобили строительной отрасли России легло. В результате блокировка портов для российских кораблей повлияет не только на экономику России, а в целом на уровень жизни ее граждан. Дефицит товаров, в будущем закрытие предприятий, а впоследствии безработица – это все результаты санкционной политики. А санкции – это только ответ на полномасштабную агрессию России в Украине, которую начал диктатор Владимир Путин. Но и на этом морские приключения отнюдь не заканчиваются. Российские рыбаки в северных морях теперь массово сталкиваются с отказами иностранных портов ремонтировать их суда. И это даже не из-за санкций, а скорее из-за гражданской позиции владельцев частных ремонтных компаний. А вот дальше как раз уже про санкции. Из-за них российские корабли больше не могут безопасно проходить по собственному же северному морскому пути. Это тот путь, которым Путин так гордился и в который вливал невероятные деньги. Напоминаю, ваши бюджетные деньги. На что же их тратили? И почему из-за войны в Украине теперь для России закрывается даже море на севере? Разбираемся. Это северный морской путь. На словах гордость России. Здесь находятся запасы важнейших ресурсов. В первую очередь нефти и газа. И кратчайший путь из Европы в Азию, который наша страна намерена превратить в новую глобальную судоходную трассу. Путин было даже грезил переделом мирового рынка судоперевозок. Чтобы он стал глобально конкурентной транспортной артерией. Способна создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента. Но теперь мореходам пришлось позорно признать, он фактически остановился. Новотек заявил о проблемах с навигацией на Севморпути из-за санкций. Несмотря на вливание миллиардов бюджетных долларов. Почему вы будете шокированы? Оказалось, ключ к работе Северного пути был в руках Запада. Хорошо так держать. Сейчас в Арктическом совете, вы знаете, мы председатели, а остальные семь стран-членов сказали, что они с Россией больше дела иметь не хотят. Ну не хотят не надо. Но география-то от этого, а, не изменится, а, рано или поздно они сами придут к выводу, что без нас вообще заниматься Арктикой бессмысленно. Вот только получилось все с точностью до наоборот. Это России без партнеров заниматься Арктикой нету смысла. Точнее, нету возможности. Новотек больше не может заказывать коммерческую съемку Северного морского пути со спутников. Дело в том, что ледовая обстановка в Северных морях так же нестабильна, как и погода. Льды двигаются, намерзают, тают. Поэтому даже атомным ледоколам нужны свежие и детальные спутниковые карты. Иначе жди беды. Мири, мири, мири! Мири, мири, мири! Мири, мири, мири! Еще до путинской агрессии российские синоптики немного опоздали с правильным прогнозом погоды и хождения льдов. И вот, что вышло. Да, наш корабль-то буксует, тут есть без застрять. Более 20 судов либо застряли, либо испытывают сложности с прохождением морского льда на Северном морском пути, толщина которого растет с каждым днем. То есть, выходить в Северные моря и вовсе без актуальных карт льдов – это безумие. А ведь Россия якобы великая космическая держава. Но это на словах. А вот не публично, даже тогдашнему руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину пришлось признавать – все очень плохо. Без орбитального освещения обстановки в Арктике и на всем протяжении Севморпути наши ледовые караваны будут слепо-глухонемы. Рогозин получал свыше 80 миллионов рублей зарплаты в год, а Роскосмос – многомиллиардные бюджеты. И все равно снимать даже стратегически важный Северный морской путь оказалось не под силу. У России серьезная группировка спутников на геостационарной орбите. Но она, по сути, висит над экватором, и северная зона охватывается лучами по касательной – максимум до 76 градусов. В Арктике работает только одна система – американская Иридио. Теперь приходится, не поверите, брать старые карты из интернета. Сейчас доступны исключительно снимки из открытых иностранных источников. Таких снимков мало, при этом они крайне редко покрывают важные для нас и наиболее сложные участки. Это удар не только по репутации России, но и по ее кошельку. Ведь только в прошлом году на Северном морском пути заработали больше полутора триллионов рублей. В России нужны спутники, работающие на высокоэллиптических орбитах. Причем достаточное количество, чтобы сменять друг друга над одной территорией. Дабы хоть частично перекрыть потери от санкций, надо еще как минимум два спутника. Но их пока только строят. А запуск, даже при самых оптимистичных прогнозах, будет примерно в 2023. А вот полная независимость Северного морского пути от иностранных космических глаз наступит, но никак не раньше конца десятилетия. Для повышения качества прогноза ледовой обстановки в акватории Северного морского пути нужно построить и запустить в космос в 2029-2030 годах 7 спутников на общую сумму 44 миллиарда и 200 миллионов рублей. А как же простых россиян уверяли? Мол, да, демократии нет, зарплаты низкие, зато вот какие мы ледоколы и спутники строим. Мол, а давайте Путин еще пару сроков посидит на троне, и мировое лидерство тогда, ну уж точно, наше. А оказалось все только с салаткими сказками, ради прикрытия банальной коррупции и некомпетентности. Из-за военных преступлений в Украине, которые вылазят боком всем россиянам, от самой России отворачиваются уже даже, казалось бы, самые большие друзья. Взять, например, Китай. На словах нейтральность или даже поддержка Путина. Но что на деле? От совместной разработки пассажирского самолета китайцы отказались. Нефть, да, покупают, но с такими скидками, что Россия скоро сама доплачивать будет. При этом выясняется, Китай вообще перестал вкладывать деньги в совместный мегапроект «Один пояс, один путь», который должен был плотно связать экономики двух стран-гигантов. Почему так случилось? И какие на самом деле планы Китая по поводу Путина и России? Посмотрим. Против России весь мир. Зато Китай с нами. Так твердит кремлевская пропаганда. Мол, сделаем разворот на восток. Китайцы поделятся технологиями и дадут миллиардные инвестиции. Особенно Кремль надеялся на участие в мегапроекте Пекина «Один пояс, один путь». Многомиллиардную инициативу Пекина «Один пояс, один путь» называют китайским планом маршала, который преследует цели завоевать мировое господство, стимулировать экономический рост и повысить авторитет Китая в мире. Но союз оказался мнимым. Ведь Китай и уже не впервые от агрессора отвернулся. Расходы Китая в России в рамках программы «Один пояс, один путь» упали до нуля. Путин своими же кровавыми руками разрушил сотрудничество, которое сулило свыше 125 миллиардов долларов. Почему союз Китая и России всего лишь очередная сказка Путина? Как он проиграл геополитическую битву за передел мирового товаропотока? И почему в результате может потерять даже Казахстан? Смотрите до конца. Китай еще в прошлом десятилетии нацелился проложить три мощнейших торговых пути в Европу. Первый через Россию. Второй через Центральную Азию. А третий по морю через Индию и Африку. И построить дорогущие железнодорожные и автомобильные трассы, мосты и борты. Это концептуальные движения от Китая в Европу и наоборот. Россия мечтала станет мощным мостом между Азией и Европой. Позволит выйти на формирование в перспективе большого евразийского партнерства. И получит миллиарды финансирования. Вот только путинская агрессия против Украины разрушила все, заявило авторитетное издание Financial Times. Пекин не заключал сделок с российскими организациями в рамках программы «Один пояс, один путь» в первой половине 2022 года. Об этом говорится в отчете Центра финансов и зеленого развития университета Фудань в Шанхае. А ведь Россия возомнила себя крайне важной и для Китая, и для всего мира. Считала, Пекин вступится ради нее и пойдет на конфронтацию и с Западом. Оказалось, зря. Речь идет не о транспортной артерии, а о концепции широкомасштабного, широкополосного, скажем так, движения Китая, концептуального, в сторону западного мира. Ведь на деле Россия – это всего лишь жалких 2% мирового ВВП. Да и в проекте «Один пояс, один путь» играло далеко не первую скрипку. Закономерно Китай решил не рисковать ссориться с Западом ради такого мелкого партнера. Кристоф Недопилван, директор Центра, считает, угроза санкций со стороны Запада могла удержать Китай от инвестиций в Россию. Вот такая вот геополитическая победа Путина оставила Россию и без стратегического проекта, и без огромных денег. Официальные кредитные обязательства, предоставленные Китаем России с 2000 по 2017 год, включая расходы в рамках программы «Один пояс, один путь», составили 125,4 миллиарда долларов. Это включает 58 миллиардов долларов от Китайского банка развития и 15 миллиардов долларов от Эксим-банка Китая, крупных банков страны. А только в прошлом году Китай подписал договоров с Россией на более чем 2 миллиарда долларов. Мы заинтересованы в этом проекте точно так же, причем наш президент Владимир Путин подчеркивал как раз ту мысль. Вместо Пекин нацелился на развитие транспортных артерий прежде всего в Средней Азии, а это столетняя сфера интересов России. Но с китайскими деньгами всегда приходит и китайское же влияние, так что Путин теряет не только миллиарды, но и рычаги влияния на давних союзников, прежде всего на Казахстан, который и без того от России уже сторонится. Очень многих поставщиков Китая поставлять в Европу и, собственно, заказчиков в Европе получать товар из Китая в обход России, чтобы не связываться с этой теперь токсичной страной, потому что даже транзит через нее накладывает определенные проблемы на товар. Казахстан от этого, конечно, только в плюсе. Транзит китайских товаров – это миллиарды долларов прибыли, а еще и экспортные возможности. Путинская агрессия против Украины неожиданно укрепит и Ближневосточное государство, а ведь они противники России на нефтяном рынке. Пекин заключил сделку в Саудовской Аравии на сумму 5,5 миллиарда долларов в первой половине года. Больше, чем в любой другой стране. В 2021 году Ирак был крупнейшим бенефициаром со строительными сделками на 10,5 миллиардов долларов. Эксперты не исключают, так Китай хочет наладить больше поставок топлива с Ближнего Востока, дабы еще меньше зависеть от российских нефти и газа, а значит требовать цены пониже. Выходит, до войны у России были супервыгодные многомиллиардные контракты с Китаем. Перспектива стать мощным транзитером товаров, сильное влияние на Среднюю Азию и хорошее отношение с Западом. Заодно и огромный стабильный рынок сбыта углеводородов. А вот преступная война против Украины разрушила все. Путин, которого пропаганда рисовала мастером геополитики, проиграл на всех фронтах. И теперь действительно мощные державы строят экономику нового мира в обход России. Как плохо не становилось бы жить в России, всегда найдутся те, кто с пеной у рта будет отстаивать правоту своего кровавого хозяина. И в их рядах некто Магомед Даудов, официально спикер парламента Чечни, неофициально мародер и один из палачей Путина и Кадырова, которого те содержат за ваши деньги. Я напомню, что Чечня получает из федерального бюджета больше 300 миллиардов рублей в год. Кто на эти миллиарды роскошно живет? Покажем сейчас рубрика «Лица режима». Магомед Даудов Он больше известен под странным прозвищем «Лорд». Это спикер Кадыровского парламента. Если кто его не знает, он еще любит называть себя «Лордом». Третий человек в Чечне после главы республики и его ручного убийцы Адама Делимханова. Вы сами знаете, мы всегда делились и хлебом, и солью по-брятски. Из рук Кадырова Даудов получил личный знак признательности – золотой пистолет. Глава Чеченской республики, герой России Рамдан Ахматович Кадыров. А от Путина – звезду героя. Наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. До 2010-го он работал в МВД, а уже в свои 30 лет Магомед успел стать вице-премьером Чечни. Немного позже – главой администрации Кадырова. Все эти должности не отображают реальную суть его работы. Его основной задачей было курировать силовые структуры Чечни и обеспечить лояльность Кадырову. Магомед отвечает за страх в республике. Главная его функция – карательная. А самое главное – создать систему запугивания жителей республики, чтобы никому и в голову не приходило критиковать Рамзана даже в частных беседах. Даудов ориентирован на деятельность внутри Чечни, а не за ее пределами, как делим Ханов. Подавление инакомыслия, запугивание, убийство – это его неофициальные должностные обязанности. Как работает тактика террора? Суть ее в том, что никто не может чувствовать себя в безопасности. Любой житель Чечни понимает, что если он скажет хоть слово против Рамзана, то за ним могут прийти. Тебя могут жестоко наказать не только за публичное высказывание, но и за лайк в соцсетях или неаккуратное слово. Именно Даудов создал систему тотального запугивания в Чечне. Аудиозапись с возмущением в адрес главы региона быстро распространилась в сети. Рамзан Кадыров решил лично встретиться с Айшат Инаевой и выяснить, с чем связано недовольство женщины. Эта женщина заявила о тяжелом финансовом положении людей в Чечне и роскоши окружения главы республики. После этого заявления Даудов нашел ее и привел к Кадырову. Говорить о том, что руководство не уделяет внимания простым жителям абсолютно нелепо. Аудиосообщением женщины возмущены не только коллеги, родственники и жители муниципалитета, но и соотечественники, живущие за пределами региона. Он воспитал тотальное подчинение, практику доносов. А когда Делимханов находил кого-то, кто действительно вставляет палки в колеса, их отправляли в секретную тюрьму. Там он был и судьей, и палачом. Чеченцев ждало либо исправление через пытки, либо казнь. Об этом рассказал сотрудник той самой тюрьмы. Он согласился дать интервью и нотариально заверил свои показания для Следственного комитета России, не скрывая своего имени и должности. И для него это решение было делом принципа. Он просил только об одном – защитить семью. Журналисты «Новой газеты» провели собственное расследование и установили, что Даудов был прекрасно осведомлен о пытках в секретных тюрьмах. Даудов лично приезжал в секретные тюрьмы и сам руководил передачей задержанных чеченцев родственникам. Процедура работала только после признания вины задержанными. А из родственников задержанных на встречу с Даудовым вызывали только мужчин. Одной испыток был подвергнут 19-летний чеченец, видео с которым опубликовали в сети. Если до сих пор за инакомыслие нас пытали, нас сажали в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, нас заставляли публично извиняться, нас изгоняли из республики, нас убивали в конце концов и под покровом ночи как собак закапывали на кладбищах. Вчера в сети распространился вот этот ролик, на котором молодой 19-летний чеченский юноша, абсолютно голый, называя свои имя и фамилию, он осознал, что поступал неправильно и поэтому решил сесть на бутылку. Все, как говорится, в рамках закона все нормально будет. Даудов настолько чувствует вседозволенность и безнаказанность, что не стесняется объявлять самую настоящую кровную месть. Тумсо Абдурахманов назвал первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова, предателем своего народа, на что Даудов отреагировал незамедлительно. Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья, ты знаешь, кто мои братья, объявляю тебе кровную месть. Мы ожидаем, в общем-то, увидеть это где-то там в подворотне, или на рынке, или в том же самом спецприемнике, или какой-то разговор людей с криминальным прошлым. Ну, это спикер парламента. Я просто, почему я в изумлении, вот, как смотрел и думаю, ну, сейчас начнется, потому что же они должны, как-то чиновники, отреагировать, что ли, на это. И они отреагировали. Абсолютно ничем. Словно заявление не существовало. На прямые угрозы жизни от одного из высших чиновников Чечни. Работать надо с населением. Это лишь несколько примеров. У людей годами на уровне инстинкта пытаются выдрессировать страх к заявлениям в адрес чеченской власти. Это не просто отдельные ситуации, а четко выстроенная структура власти, которая позволяет существовать. И за это Путин вручил Даудову звезду героя России. Это была программа «Ваши деньги». Про политиков и чиновников, которые обворовывают простой народ. И о том, как власть Путина спускает ваши миллиарды на роскошь и войны. Вместо того, чтобы строить дома и дороги, повышать вам зарплаты. Смотрите нас в эфире проекта «Фридом» в понедельник и пятницу в 16.30. А также в любое удобное время в Ютубе канал «Грощи». Подписывайтесь и увидимся.